Это происшествие на ОТВ в студии. Елизавета Болдырева. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Смертельная авария на трассе недалеко от Троицка. Многотонник протаранил легковушку. А вы знаете, что это незаконное переоборудование транспортных средств? Я знаю. То есть вы намеренно нарушали закон? Я знаю. Автобус, рассчитанный на 7 человек, задержали с 20 пассажирами. В конце августа, наверное, покрасили. Вот все свежее покрасили. И списали лавочки, матершинные слова все. Детскую площадку испортили нецензурными надписями в МИАСе. Поняли, что машина была открыта. А пошли, начали проверять вещи, выяснили, что нет. Некоторых вещей и кошка попала. В парковке крупного ТРК украли 15-летнюю кошку. Спина голая. Все суставы битые. До сих пор вот прямо несет вот этим мазутом. И начну выпуск с дорожных ЧП. В Троицком районе смертельная авария. Многотонник протаранил иномарку. Ее пассажирка не выжила. Тем временем в Красноармейском районе задержали автобус с иностранцами. В маршрутке, рассчитанной на 7 человек, ехало 20 жителей Кыргызстана. Троицкий район. Авария со смертельным исходом. По данным ГИБДД, водитель многотонника во время обкона по встречной полосе протаранил Деунексию. От сильного удара 36-летний пассажир легковушки скончался на месте. Мужчина ехал на переднем сидении. У него остались жена и двое детей. У водителей иномарки тоже травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир Деунексии. Мужчина 38 лет не пострадал. Водитель многотонника травм тоже не получил. Но теперь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. А в самом Троицке две пенсионерки попали под колеса автомобиля. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Фабия», совершил наезд на пешеходов женщин 1953-1956 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили травмы. Женщина 1956 года рождения госпитализирована в ЦРБ города Троицк. Переполненный микроавтобус задержали автоинспекторы в Красноармейском районе. Пассажиров водитель вез из Москвы в Кыргызстан. Внутри ехало 20 иностранцев, хотя рассчитан транспорт всего на 7 человек. Люди ехали в багажном отсеке прямо на чемоданах. А для какой цели вы переоборудовали автобус для перевозки людей? Семь человек, а мы сейчас 20 человек в общем. То есть вы переоборудовали для того, чтобы больше людей перевезти? Да, больше. А вы знаете, что это незаконно переоборудование транспортных средств? Да, знаю. То есть вы намеренно нарушали закон? Да, знаю. Всех пассажиров увезли в полицию для установления личностей и законности их пребывания в России. В итоге 13 жителей Кыргызстана отправили в Челябинск. Остальные семеро вместе с водителем поехали дальше, на родину. А в Челябинске тем временем задержали маршрутку номер 123. У микроавтобуса неисправность рулевого управления. Но даже несмотря на это водитель отважился выйти в рейс. За это нарушение на мужчину оформили протокол. Автобус забрали на эвакуаторе и определили на специализированную стоянку. Автомобиль БМВ протаранил столб и от удара перевернулся на крышу. Это произошло в МИАСе. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что 19-летний водитель не справился с управлением. Травмы получила пассажирка. 19-летняя девушка. Ей назначили амбулаторное лечение. Кадры из Южноуральской столицы. На большой скорости справа от хозяина регистратора проезжает легковушка. Машина летит между автомобилями. Но далеко водитель не уехал. Протаранил отбойник и машина повисла на ограждении. По словам пользователей сети, в иномарки ехали молодые люди. Якобы направлялись в Екатеринбург. Известно, что смертельных жертв нет. Магнитогорск. Автор видео едет по правой полосе. В этот момент туда же начинает перестраиваться иномарка. Но в безопасности маневра водитель явно не убедился. Автор видео вынужден сдвинуться вправо. Ударяется о бордюр. Лихач тем временем спокойно уехал дальше. Плохими словами детский городок исписали в Миасе. Нецензурные выражения появились на скамейках, качелях и горке. Теперь жители города гадают, кто мог это сделать. Чтобы дети не начитались плохих слов, жители соседних домов купили краску и закрасили все нецензурные слова. Чтобы никто не испачкался, качели и скамейки оградили лентой. А вот на трансформаторной будке надписи пока остались. Это, видимо, имена тех, кто писал. Крис, Коля и Юля. Исписали горочку маленькую. Лавочки мы недавно покрасили. В конце августа, наверное, покрасили. Все свежее покрасили. Исписали лавочки, матершинные слова все. То есть как бы горку. А под грибком исписали колеса тоже. Все покрасили только недавно. И все испортили. Ну, молодежь, что, пришли. Выпивая здесь часто. Вечером тоже не уследишь за ними. Городок, рассказывает Александр, построили 4 года назад. Деньги в него вложили сами жители соседних домов. Все для детей. Мясцы надеются, что больше такого не повторится. Обращаться в полицию пока не стали. 90 тысяч пачек сигарет изъяли у Челябинца. Зачем молодому человеку такое количество табачных изделий? Скорее всего, он собирался их продать. Но полицейские не дали ему это сделать. Десятки коробок в каждой сотне пачек сигарет. Все это хранится в гараже 27-летнего молодого человека. И таких боксов для хранения у него два. Всего 90 тысяч пачек. И все они без акцизных марок. Общая стоимость товара 3,5 миллиона рублей. Сигареты изъяли. По подозрению, сбытия немаркированной табачной продукции задержан местный житель 1991 года рождения. Главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. И сейчас он под подпиской о невыезде. Филин, перепачканный в мазуте, погиб. Птица, которую почти неделю пытался спасти зоозащитник Карен Далакян, не перенесла отравление нефтепродуктами. Теперь ветеринар намерен обратиться в полицию. Спина гумая, все суставы биты. До сих пор вот прямо несет вот этим мазутом. Вот так выглядел Филин, когда попал в клинику. Пернатова вымыли 4 раза. Кормили и ставили уколы, чтобы не допустить интоксикации. Но птица так и не смогла поправиться. Напомню, что объявление о продаже этого филина разместили в интернете неравнодушные челябинцы. Мужчина просил за него 3000 рублей. Очевидцы обратились за помощью, и сотрудники Минэкологии, зоозащитники и журналисты отправились на контрольную закупку. Оказалось, что продавец держал филина в тумбочке больше недели, даже не пытаясь смыть мазут. И все это время ядовитые вещества поступали в кровь птицы. И теперь Карен Далакян готовит заявление в полицию о жестоком обращении с животным. Кошку украли. У жительницы Челябинска животное сидело в машине на парковке крупного ТРК. Пока хозяйка была в магазине. А когда женщина вернулась, кошки уже не было. Вот здесь все и произошло на парковке крупного ТРК. Возвращались к машине вечером, стали открывать. Она у нас закрылась. То есть мы поняли, что машина была открыта. А пошли, начали проверять вещи, выяснили, что нет некоторых вещей, и кошка попала. Вместе с животным, рассказывает, исчез полис ОСАГО, панель от магнитолы и личные вещи. Но дверь, по словам женщины, взломана не была. Как будто открывали ключом. Словом хозяйки автомобиля Туся, так зовут кошку, лежала на полу рядом с передним сидением. Там хвостатая больше всего любит ездить. Машке 15 лет. Она породом тис. То есть она как помесь перца с сибирской. Не сказать, что совсем тиспородом, но не такая уж она и породистая. Особой ценности на рынке, мне кажется, она сейчас не представляет, потому что она больна. Ей недавно сделали операцию, у нее шов от подмышки до хвоста. Связлана уже написала заявление в полицию. По заявлению местной жительницы, по факту кражи имущества из автомашины, в отделе полиции Центрального управления МВД России по городу Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Если вы знаете, где кошка Туся, может быть сейчас, обратитесь по телефону, который на экране. Тем временем на территорию Челябинского завода прошла лиса. Животное, видимо, пробралось через щель в заборе. Незваного гостя заводчане сняли на видео. Вот та самая лиса. Гуляет вокруг лужи, пытается есть лед. Пушистая, видимо, проголодалась. Явно ничего не боится и спокойно гуляет по территории предприятия. Вы когда-нибудь видели лису у себя на работе? В итоге лиса убежала. Добавлю, это животное может быть опасно. Лисы являются переносчиками бешенства. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии – Цзяо Фэйху. Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра из Харбина. Обсуждать будут гастроли музыкального коллектива из Китая и культурный обмен с Поднебесной. Редактор субтитров А.Семкин